Здравствуйте, мои дорогие томичи, земляки. С вами снова я, Елена Юрьевна. Сегодня я хочу с вами поговорить на очень больную тему о коммунальных платежах. Сегодня в обществе бытует мнение, что за коммунальные услуги, как бы они не дорожали, как часто бы они не дорожали, платить нужно обязательно всем, безоговорочно. И, наверное, с точки зрения закона это и верно. Однако есть ряд обстоятельств, о которых нам с вами не говорят. А об этих обстоятельствах я с вами и хочу поговорить. Мы сегодня коснемся одного обстоятельства, которое действует сегодня в рамках Российской Федерации. А для начала я обращусь снова к Конституции Российской Федерации. Несмотря на то, что ее всерьез не воспринимают как граждане, так и должностные лица, и все-таки это является основной закон страны, договор между гражданами и государством. Итак, если обратиться вновь к Конституции Российской Федерации, то согласно статье 57.1 мы увидим цитату «Каждый обязан платить законно установленные законам налоги и сборы». Это единственная статья во всей Конституции, в которой прописана про обязанность платить. Нет статьи в Конституции, в которой прописана обязанность платить за жилищно-коммунальные услуги. Возвращаясь к Конституции, согласно статье 7.1, Российская Федерация – это социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Согласно статье 20, каждый имеет право на жизнь. Действительно, Конституция говорит о том, что каждый человек имеет право, право – это естественное, на жизнь и, главное, достойную жизнь. Что же сегодня получается? А получается сегодня на деле совершенно другое. Коммунальные службы, то есть управляющие компанией ЖКХ и ресурсоснабжающие компании на сегодняшний день все жестче и жестче стали диктовать условия горожанам. Почему сложилась такая ситуация? Наверное, в силу того, что существует монополия. Несмотря на то, что в Конституции также есть статья о антимонопольной политике в стране, тем не менее, справедливой конкурентной борьбы среди коммерческими структурами на сегодняшний день, как мы видим, отсутствует. И именно эта ситуация сегодня вводит в крайность людей, доводит до отчаяния. Я вам скажу больше. Уже есть несколько ряд случаев, которые оповещены в интернете, когда люди погибали, замерзали у себя в квартире, потому что отключены были жизненно важные ресурсы. И тут же хочу сказать, что есть ряд уже постановлений Верховного суда, которые однозначно говорят, что отключение от жизнеобеспечивающих ресурсов не дает ни одного основания для такого жестокого испытания. И ни один суд с законным способом не вынесет решение на отключение жизнеобеспечивающего ресурса. Из этого следует, дорогие друзья мои, что если вы являетесь задолжником, то эту задолженность нужно сначала еще доказать в суде. Но если идти законным способом, они это сделать никогда не могут, не смогут. Поэтому они идут на ухищрение. И я сама уже несколько раз бывала в таких судебных заседаниях. И чуть позже, когда я буду рассказывать о деятельности судов, я подготовлю ролик, вы увидите, как они себя ведут в случае подачи иска управляющими компаниями и в случае рассмотрения иска от ресурсоснабжающих компаний. Сейчас хочу обратить ваше внимание на другое. А именно, хочу поговорить с вами о том, должны ли мы все-таки платить коммунальные услуги. Нет, не должны. Представляете, не должны. Вы спросите, почему? Всю жизнь платили, а теперь и не должны. Вернее, так, мы должны платить, но законный тариф, обоснованный тариф. А так как у нас на сегодняшний день таких тарифов вообще практически нет, а я вам скажу больше, что есть ряд документов, по которым эти тарифы законные, оплачиваются с федерального бюджета. Вы это знали? Нет? Ну тогда слушайте. На протяжении 15, может быть, 17 лет регулярно правительство Российской Федерации выносит постановления о так называемых стандартах, жилищных стандартах, на основании которых оплачиваются услуги коммунальных платежей, услуги управляющих компаний и ресурсоснабжающих компаний с федерального бюджета путем перечисления в регион за каждый квадратный метр. Последним таким постановлением было постановление от 11 февраля 2016 года за номером 97. Это постановление рассчитано было на 3 года с 2016 года по 2018 год исключительно. Обращаю ваше внимание, в Томской области на каждый квадратный метр перечислялось 125 рублей 10 копеек и в том числе на капитальный ремонт 8 рублей 60 копеек. А теперь арифметика простая. Вы берете общую площадь своей квартиры, умножаете на 121 рубль 10 копеек и сумма это к оплате та, которая уже с федерального бюджета была перечислена наперед, без задолженности, без просрочек за ваше жилое помещение. Не важно, эта квартира благоустроена, это жилой дом, но перечислена. И в том числе, еще раз повторяю, 8 рублей 60 копеек умножаем также на общую площадь вашего жилого помещения. это будет затраты на капитальный ремонт. Тот взнос, который якобы нам присылают по квитанциям. Все, что нам присылают суммы на квитанциях, так называемые попрошайки, я по-другому назвать их не могу, потому что они не являются финансовым документом, они составлены с грубейшими нарушениями ни одного федерального закона, а нескольких. И, соответственно, они не несут той ответственности ни одной стороной, ни другой. Поэтому вы смело можете их посылать, игнорировать эти квитанции и, соответственно, не оплачивать. Еще раз вернусь к постановлению номер 97. Это постановление в 2018 году наделало большой шум в интернете. Очень многие люди об этом постановлении узнали и стали искать выход. Выходили к чиновникам, общались с ними, задавали вопросы, делали письменные запросы, в том числе и я. Чиновники мило ухмылялись, истерически гоготали, разводили руками и говорили, да что вы, да откуда же, да разве бы мы тогда выставляли бы вам счет. Представляете? А выставляют они, потому что это халявные деньги, халявные, неучтенные. И это деньги, которые взымались повторно за то, что и так уже оплачено. Таким образом, когда после такой поднятой шумной волны в интернете в мае месяце появилось постановление об отмене правительственного постановления номер 97, они с удовольствием переключились на постановление за номером 581 и говорят, ну вот видите, это же постановление отмененное. Вы о чем говорите-то? Оно отмененное, потому что оно исполненное, понимаете? Его отменили в 2018 году, действительно, в мае месяце за номером, постановление за номером 584. Но есть еще и письмо Минстроя Будницкого, который разъясняет, что постановление отмененное, но жилищные стандарты, за которые произведена была оплата, никто не отменял. В этом и кроется вся разгадка. Почему я сейчас заговорила об этом? Потому что на сегодняшний день и суды, и судебные приставы, и управляющие компании, и ресурсные компании, и коллекторские компании, они, как оголтелые, начали активизироваться по телефонным звонкам, лихорадочно подавать судебные приказы, суды выносят решения, приставы-исполнители взимают оплату, невзирая на то, что у человека остаются границы. Проши буквально на проживание. И на сегодняшний день у наших сограждан стоит вопрос, либо заплати, либо сдохни. Нельзя в правовом государстве выстраивать таким образом отношения. Они и не выстраиваются так. Это только могут себе позволить отдельные личности, отдельные чиновники, которые безнаказанно считают, что им все дозволено. И последняя новость, о которой я хочу рассказать. на сегодняшний день острым встал вопрос об отмене оплаты за коммунальные услуги. Эта тема сегодня муссируется на сайте Garant.ru. Поэтому, кому это интересно, заходите, принимайте участие в голосовании, отдайте свой твердый, решительный голос об отмене оплаты коммунальных платежей. В завершение хочу еще сказать следующее. Мы с вами очень богатая страна. Каждый из нас богатый гражданин. Не только я имею в виду в духовном плане, а именно в материальном плане. Только об этом не хотят рассказывать нам и считают, что мы за все, а в частности за землю, за имущество, за воздух, за те природные ресурсы, владельцами которых мы являемся, мы, народ, являемся, нас обязывают платить. Имущество, которое якобы в собственности у нас находится, нас обязывают платить. Это ли не абсурд? Граждане, задумайтесь. Деньги, которые сегодня поступают по попрошайкам, неучтенные деньги, направляются как раз-таки на финансирование различных войн, на убийство мирных граждан, безоружных граждан, как в нашей стране, так и в других странах. И запомните, люди, сегодня, когда вы производите платежи онлайн через карты или по вот таким безликим платежкам, вы становитесь соучастником преступления в отмывании нелегализованных денежных средств. Это серьезное уголовное преступление. Поэтому я предлагаю вам на сегодняшний день, озадачиться этим вопросом и посмотреть на эту проблему с другой стороны. А почему я должен платить? Задайте себе этот вопрос. Если непонятно, напишите нам или позвоните. Всего доброго, до свидания.